Лёша Где вы говорите, Павлович? Бер, что происходит? Игорь, там! Берия сидит в кабинете Маленкова. Да не дергайся, ты глядёныш! Лиша! Анна! Это называется пацетная утка. На моём. Сбежал твой Егор. И тебе советую. Бежать писать объяснительно. Как и при каких обстоятельствах ты стал участником государственного переворота. Всё! Ничего. Сочтёмся. А то, что Берия враг народа арестован. Врёшь! Откуда знаешь? Берия tradesить наortex. Берия. К pouители! Я знаю. КОНЕЦ 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 Вы? Зачем вы пришли? Я пришла попросить вас кое о чём. О чём? Не давать показаний против Лаврентия. Зачем вы солгали, что он вас насил? Что мне дали, то я и подписала. Вам не стыдно? Стыдно? Мне? И сегодня-завтра меня вышивают на улицу. А может быть, и отправят ещё куда подальше? Может быть, вы прикажете мне спорить с ними? Ну, ведь его могут расстрелять. Он сам к этому шёл. Так мне сказал следователь. Поэтому дам я показания или не дам. Да поймите вы, у меня за душой нет ни гроша. Мне нужно как-то жить дальше. Нужно, понимаете? Вы-то наверняка припасли себе на чёрный день, не так ли? Я боюсь, понимаете? Вы будете сожалеть об этом всю свою оставшуюся жизнь. Я не понимаю вас. Я вас не понимаю. Он же, Дон же оскорбил вас. Он предал вас. Зачем вы сейчас пытаетесь помочь ему? Зачем ты? Я бы на вашем месте... Ты никогда не будешь на моём месте. Никогда. ПО Th Нина Тиммуразовна. Проедемте с нами. Я знала, что этим все закончится. Могу ли я хотя бы зайти домой, за всем необходимым? Не думаю. Могу ли я хотя бы позвонить сыну? Нет. Ваш сын час назад арестован. Вы сошли с ума. Не вынуждайте нас применять силу. Садитесь, пожалуйста. Что ж, семья императора должна разделить. Учись самого императора. Что? Так было, так есть и так будет. Да сколько ж вас можно ждать? Надеюсь весь этот идиотизм закончен и я могу быть наконец-то свободен? Здравствуйте, Василий Васильевич. Как ваше здоровье? Да к черту здоровье. Я задал вопрос, я могу быть свободен? Пока нет. Нужно утрясти некоторые формальности. Какие нахрен формальности? Присядьте. Пока решается ваш вопрос, давайте обсудим вот какой момент. В письме товарищу Маленкову вы сообщили, что располагаете неопровержимыми доказательствами вины Лаврентии Берия перед народом и государством. Что вы имели в виду? Ничего я вам рассказывать не буду. Я требую встречи с Маленковым. Василий Васильевич, мне кажется вы не совсем точно представляете себе политическую ситуацию и страну. Простите вашу агитацию. Я все прекрасно представляю. Учтите, от этого напрямую зависит ваша свобода. Ну хорошо. У меня есть расстрельный список почти всех членов резюма ЦК. Тут в империи я положил на стол отцу за месяц до его смерти. Там четко указано, кого и за что. А где этот список? Вот это я скажу только Маленкову. И только после того, как выйду отсюда. Это мое последнее слово. Я обязательно передам ваши просьбы товарищу Маленкову. До скорого. Маленкова. 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 Торянские сновы. — Маленкова. — Конечно. Значит он сказал, что список у него. — Смей. — Ну тогда ты его уберешь. Вы с ума сошли? Я на такое никогда не подпишусь. Подпишешься? Ты же не хочешь, чтобы нас Берия всех за собой потянул? Мне бояться нечего. Мы так и думали. Крикунов? Давай. Папа, папочка, забери меня! Кирочка! Дочка! Ты! Ты! Сгною! Кладки вырву! Тихо! 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 Только имейте в виду, есть ли хоть один волос? Закрой пасть! Работай! landmine hydrate, уберите в виду! Я! Сижков! Я! Сердюков! Сердюков! Ну я! Я тебе сейчас нокну. У меня температура. Сейчас мы тебе и собью. Оставить. В санчастье. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приехал. Да, я в курсе, зачем вы приехали. Значит, я могу забрать генерала Сталина? У нас нет. У нас нет заключенного по фамилии Сталин. Нет и никогда не было. Как это не было? Вот так. Вот документ. Подписан начальником особого сектора ЦК. Вы просто обязаны. Да ничего я вам не обязан. А на вашу бумажку, у меня есть другая бумажка. И выполнять я буду то, что написано в ней. Тем более, что у нас никогда не было заключенного по фамилии Сталин. Вы хорошо рассмотрели, кем подписан документ? Мой вам добрый совет. Забудьте, что когда-либо сюда приезжали. Хорошо, я воспользуюсь вашим добрым советом. У меня только один вопрос. Генерал Сталин, он вообще кодак. Мне нужно идти. Проводи, товарищ. Блок шесть камер, тридцать два. Что? Не оборачивайтесь. Его содержат под фамилией Васильев. И ради Бога, поторопитесь, иначе его убьют. Что? Я просил не оборачиваться. Откуда вы это знаете? Нелажно, но убийца уже в тюрьме. Убийца. Кто он? Пока не знаю. До свидания. До свидания. Что это? Обед. Граждане, закрыто на обед. Мужчина, вы что? Я сейчас милицию вызову. Вы лучше заведующего вызовите. Что тут случилось? Я заведующий. Сергей Иванович, вот. Ради Бога, извините. Что же вы сразу ко мне не обратились? Пройдёмте в кабинет. Это последнее. Ещё раз извините за задержку. Ничего. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здорово, комендатура. Что случилось? Случилось. Гражданин Кольцов, вы арестованы. Ты что, спятил, Казарин? К сожалению, нет. Подполковник, ты можешь в конце концов объяснить, что здесь происходит? Я никому ничего не обязан объяснять, товарищ генерал. Федор Кузьмич, вероятно, это недоразумение. Ведь так, Казарин? Ладно. Из уважения к вам, товарищ генерал, я кое-что объясню. Майор Кольцов обвиняется в хищении 500 тысяч рублей со спецсчетов. И этому есть железные доказательства. Увести. ПОЭПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Проходим. Лицом к стене. Проходим. Проходим. Лицом к стене. Вперед. Проходим. 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 Вы наш тесный коллектив. Майор Смирнов. Кольцов. Бывший. Кольцов. Гордый. Не дать не взять Василий Сталин. Послушай ты. Молчу. Можешь молчать и дальше. Только имей в виду. Что в следующий раз? Парашу убирать тебе. Не дать не купить ее. Вот так-то. Ну что, будет у кого-нибудь желание познакомиться поближе? Ты чего такой угрюмый, а? Ну-ка, улыбнись. Я тебя люблю. А я тебя. Майчонок, мне тут надо уехать ненадолго. Опять? Не волнуйся. Не волнуйся. Ненадолго. Я скоро вернусь. Нет. Значит так, Владлен Викторович, мой дорогой и любимый муж. Ты никуда не поедешь. И это я заявляю со всей ответственностью. Потому что я больше так жить не могу. В постоянном страхе о том, что тебя убьют. Майчонок. Ну, что у нас за семья? Ты исчезаешь по ночам, пропадаешь на целой неделе. Это разве нормально? Ну, я же люблю тебя. Я тебе не верю. Сейчас же поклянись, что больше никуда не поедешь. Хорошо. Понятно. Майчонок. Это в последний раз. Майчонок. Под следственное кольцо доставлено. Вперед. Спасибо. Присаживайтесь. Я буду вести ваше дело. У вас есть отводы? Хорошо. Приступим. Вот протокол обыска вашей квартиры и показания свидетелей с перкассы. Ознакомьтесь и подбежите. Я прошу вас внимательно ознакомиться. По первому пункту все понятно? Распишитесь. Хорошо. Теперь ознакомьтесь с обвинительным исключением. Спасибо. У вас есть какие-то жалобы, просьбы? Да. Слушаю. Осколок с фронта. Начал шевелиться. Плечо болит. Сил нет терпеть. Мне бы в медчасти. Сделаем. Комбинацию с арестом Влада мы придумали вместе. Шапилин вначале был категорически против, но в конце концов уступил. Риск огромный. Но Ваську надо было как-то спасать. Кому могла быть выгодна его смерть. Да кому угодно. Маленкову, Хрущеву. Но, скорее всего, проигравшим беревцам. Самое главное, у нас было очень мало времени. Вот постановление о медицинском освидетельствовании заключенного Кольцова. Имею также медицинской помощи. Доложите, пожалуйста, начальству и переведите его в лазарет. Кольцов, на выход. Кольцов. Вперед. Кольцов. Тихо у вас здесь. Неужели никто не болеет? Три дня назад лежал на родице. А тут замначальника тюрьмы решил всех разогнать. Кидри, не фене. Симулянты, говорит. Видать, не всех. А стукачей это не касается. Для них особые условия. Ладно. Отдыхай. Если через пять минут не отпустят, попробуем и что-нибудь другое. А я пока пойду подымлю. Кстати, папиросы у него знатные. Пускай посидит. Пускай посидит. Слышишься, Рубяков? Твоих покурит. Христос сказал, делиться надо. Ну, давай, давай. Вставай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Зам, значит, сказал, Кольцо взобрать. Собирайся. Вообще-то у меня рука онемела. Я говорю. Доктор, вы ему скажите. Если ты сейчас не поднимешь свой зад, у тебя голова немеет. Встать! Слушай, хватит перед глазами маячить. И так тошно. Видели, да? Ты че делаешь, а? Начальник! 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 Что? Скучно жить? О, надо же! Как они тебя? Зови начальника! Ой, Зин, привет! Привет! Зина! Что? Ты чего такая серьёзная? У тебя что-нибудь случилось? У меня? У меня-то ничего? А вот у тебя? А что у меня? А ты что, про Влада ничего не знаешь? Понимаешь? Нет. Мне бы был заряд населенька. Здоровье поправить. Чуть-чуть. Мне бы был заряд населенька. Здоровье поправить. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Кто? Первый начал. Он. Кажется. Этого не может быть, потому что не может быть в принципе. Лёшка арестовал Влада. Да бред! Твоя Зоя – идиотка, собирающая сплетни. Да и вообще, откуда она может знать? Пей чай. Её муж тренируется у Влады. Это всё произошло на его глазах. И что? О! Сейчас ты во всём убедишься сама, что это чушь. Жена! Да. Давай есть, у меня мало времени. Привет. Лёш, тут всякий бред говорят, будто ты арестовал Влада. Успокой Майку, и скажи, что это неправда. Успокой Майку, и скажи, что это неправда. Давай. Лёша, почему ты молчишь? Лёша, это же неправда? Ну, в общем, как сказать, не совсем. и, но... Вы не имеете права, мне нужного зареза. Нарушителю режима помощь не положена. Ну, мне нужного зареза. Прекрасно. Значит, это ты всё придумала? А жизнь Версика Вась отправил в ладо. Мы оба рискуем. Другого выхода нет. Там Вася. Да наплевать мне на твоего Васю! Я его сто лет не знала и знать не хочу! Я мужа могу потерять, ты это понимаешь? Я тебя умоляю, станови его, умоляю! Все будет нормально! Нормально. Это у тебя нормально. Друг. А на правом Вася кто ей к умсу от брата? Ты в своём уме? Я предателем никогда не был! Не, Арина, меня… Говори, что хочешь! А я его оттуда вытащу! Сдохну, но вытащу! ТОРЖЕНИЕ СДОРЖЕНИЕ ПОТИТА СДОРЖЕНИЕ КОНЕЦ КОНЕЦ Что с тобой? Леранда Ничего себе ерунда Я нашел Ценчасть Моему последствием срочно нужна медицинская помощь. Вы слышите? Срочно! Кольцов нарушил режим. Он не выйдет из картера Кольцов нарушил режим. Значит так, если через пять минут Кольцов не будет переведен в лазарет, я вам гарантирую, здесь сегодня будет дежурить вся Генеральная прокуратура. И вы лично, вы меня слышите, именно вы будете им объяснять, откуда у него появились побои на теле. Мы тут ни при чем. Он сам. Конечно. Я верю. Время пошло. Подписывайтесь на канал. Наступайте. Победите. Только не думай, что этот дом отдыха будет для тебя вечным. Да я вообще стараюсь не думать. Кстати, ещё раз настучишь следователю, у тебя будет другой лазарет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я убью тебя, ты понял? Что? Я плохо расслышал. Ничего. Ничего, извини. И имей в виду еще одна ошибка, и все. Ты меня понял? Чистая работа. Не понимаю, о чем разговор, начальник. Разговор о Василии Сталине. Есть еще один убийца. Не смотри так. Тот в палате был не один. Мой источник только сегодня об этом узнал. Они уже знают о смерти Сердюкова и включили страховочный вариант. Где твой источник раньше был? Успокойся! Истерикой делу не поможешь! Я пока сюда шел, проскинул мозгами. И вот что думаю. У них теперь к Василии только один путь, через пищеблок. И тебе там нужно оказаться любыми способами. Легко сказать. Ну, назначать людей в пищеблок моей компетенции. Я, конечно, сильно рискую, но тебе отсюда надо уходить. Прямо сейчас. Кольцов, на выход. Как это случилось? Странный случай. Похоже на самоубийство. Цианид. Я не понимаю, где он мог это взять? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доготовьте посуду. Кто ночью дежурил в отделении, а? Кто дежурил ночью? Я. Но я приносили на шаг не отходил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арестованный Васильев. Приготовьте посуду. Василий Иосифович, не упрямьтесь. Моя фамилия Сталин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА